Басманный суд Москвы сегодня приговорил к трём годам лишения свободы Ильдара Дадина, человека, который называет себя оппозиционным активистом. Юристы называют это прецедентом. Ничего подобного в России ещё не было. Три года колонии общего режима Ильдару Дадину присудили по новой статье. Дословно звучит она так. Неоднократное нарушение установленного порядка организации, либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Мне Ильдар рассказывал, что лет до 30 он был абсолютно аполитичным, хотел завести семью, завести детей, работать, зарабатывать деньги, ну то есть жить, как все обычные люди. В 2012 году, когда начались митинги за честные выборы, он услышал про эти митинги и заинтересовался, а что, неужели у нас выборы нечестные. Как раз в марте были выборы президента, и он решил пойти на них наблюдателем, чтобы самому посмотреть, что вообще происходит. Он пришёл наблюдателем к себе на участок в городе Железнодорожный, и там вместе с другими наблюдателями зафиксировал нарушения, после чего их просто удалили с участка. Он поехал вместе с ребятами всё опротестовывать в территориальную избирательную комиссию, но тут пришли какие-то люди в гражданском, сказали, что они ФСБшники, взяли Ильдара и другого наблюдателя, побили, увезли на промзону и сказали, что если вы будете жаловаться, то вам, мол, будет хуже. Потом, когда был следующий митинг за честные выборы, он, разумеется, туда пошёл, потому что он видел, что это за выборы вообще. На самом деле ничего, меня сейчас затолкали. Отвучьте, давайте, отслушивайте. 0-1-0-9-0-7, уважаемые сотрудники полиции, отвучьте. Отпускай! Отпускай! Почему вы не представляете? Победы! Да ёлки-победы! Почему вы не представляете? Победы! Бежит! Чего вы деретесь? Мы можем право унижать нас? Аккуратнее задержанным сказали. Ты, соответственно, понял? Не ломай мне свои ноги и руки! Вам же капитан передал, прекратите спевать. Вы что, не понимаете своих приказов, даже командира? Я работала в 12 ночи, и в час ночи никакие маршруты не ходят. Я приезжала на электричку, а дальше шла вот от электрички пешком, а то снимала до полчаса. Когда он рос, учился в школе, для нас, для семьи, для родителей, для всех, для нового гордости нашей семьи. Я ходила на собрания, и всегда учителя ставили Эльдара в пример другим ученикам. Учительница всегда говорила, что у Эльдара у Дадина есть стержень. После армии он решил поступать. Поступил в один институт, что-то не понравилось, то он другой. Но бюджетный, без денег, без ничего. Он сам везде поступал. Почему все то, что воруют, показывают по телевизору, миллиарды воруют, наши государства, расхищают, им никаких уголовных дел не дают? Им уголовных дел не дают. Они спокойно живут, спокойно дальше воруют. А человек, который не согласен с этими, выступает против всего этого, ему дают уголовно. Ну что, нормально? Кто в юности не был его алиссионером, но кто варит в совесть. Вы, наверное, слышали это много раз. Все-таки мы надеемся, когда вы повзрослеете, когда у вас юноский максимализм немного будет, когда придет житейский опыт. Зачем еще раз показывать, какой кровавый режим, уже сколько народу было посажено, и вот некоторые до сих пор сидят там по болотному делу. Все все поняли, зачем еще раз. Ну вот, просто не хотел убегать. Ильдар всегда подчеркивал, что главный принцип его – это ненасильственное сопротивление. Потому что если сопротивляться как-то насильственным образом, то это просто развяжет власть руки, она будет применять против людей силу, оружие и так далее. Когда законы заработают, вы все будете привлечены. Ваши номера, жетонов и лица ваши записываются. За то, что вы нарушаете закон о полиции, закон о России, вы будете привлечены. Вы приучаете свои служебные полномочия, и за это вы будете отвечать двойне. В индивидуальной власти, чтобы защищать закон. А вы его как оврите в погонах, нарушаете. Я, во-первых, один из немногих, кто против закона голосовал и предупреждал, что этим все закончится. Вообще это беспредел, когда человека за то, что он выходит на улицу в соответствии с 31 статьей Конституции, трижды задерживают и дают ему три года колонию, просто ни за что. Не отложилось апелляционное рассмотрение нашей жалобы и жалобы Эльдара Дадина на приговор, который был вынесен в Османном суде в декабре месяце. Отложились с чистотехнической причине, поскольку суд не располагает с сведениями о том, рассмотрено ли замечание на протокол судебного заседания, который выдавал Дадин. Приговор Эльдару Дадину, который был вынесен в декабре прошлого года, он даже на фоне тех приговоров неправосудных, политически материализированных, которые сейчас поставлены на поток, к сожалению, в России. Так вот, даже на этом фоне он выглядит ярким примером покушения на свободу слова, на свободу собраний, на свободу выражения мнений, вообще на свободу и права граждан России и является просто насмешкой, попранием самой идеи права. Сколько раз я был в этих зданиях, и каждый раз уходил крайне разочарованный. Правосудия нет, это определенно. Я надеюсь на то, что операционный суд отменит приговор по Эльдару Дадину. И основания у меня в том числе и такие, связанные с тем, что Элла Памфилова, которая встречалась с президентом и отчитывалась ему за ее работу за предыдущий год в качестве уполномоченного права человека, над ним из первых вопросов озвучила перед президентом, вопрос о том, что закон, по которому сейчас судят Эльдара Дадина, нарушает Конституцию Российской Федерации. Я хочу подчеркнуть, уполномоченный права человека сказал президенту Российской Федерации, что закон, по которому судят Дадина, нарушает Конституцию Российской Федерации. Мне кажется, это очень важный момент. Парень что делал? Он делал то, что Конституция разрешает делаться. Да, и закон разрешает делаться. Получается так, что у тебя есть права гарантированной Конституции, а у них есть права тебя в любой момент посадить. И это касается вовсе не только тех, кто ходит на одиночные пикеты. Это касается любого человека, потому что сегодня берут незаконные те, кто ходит на одиночные пикеты, завтра могут брать тех, кто неправильно припарковал машину, послезавтра могут брать тех, кто правильно припарковал машину. Он особый такой человек, такой парень. Он очень спокойный и очень жесткий одновременно. Вот когда его забирают, вот, например, кого-нибудь из нас забирают, нас волокут, и мы там что-то говорим, мы можем, я вам говорю иногда, я и сам могу дойти. Ну, он так сказать, нас волокут и бросает. Он всегда требует от ментов, и никуда не идет. Вы должны представиться, представьтесь, пожалуйста. Он упирается, понимаешь? Он требует всегда выполнения закона. Вы среклядете мне приведение журналистской деятельности. Хорошо. Меня за чем задержать основания для задержания моего? Мы разберемся. Нет, вы не разберемся. Нет, вы, статья 5-й, пункт 4-й, во время задержания. Вы обязаны озвучить. За справедливость, за свободу, за то, чтобы изнасилованный закон в России, наконец-таки за работу. Да что, за то, что у меня расположился по позиции с моим отцом, по любви к Путину. Мой отец не игрался в свидетельном опьянения? Или то, что у меня положительное характеризование, то что тоже отрицательное теперь считается? Я просто вообще не понимаю логику вашего суда, первой инстанции, так называемого. Кроме него, ни одного свидетеля, ни одного доказательства больше страны опьянения нет. То есть у них были только вызываемые в суд сотрудники полиции, которые не могли почему-то предоставить ни одного видео, как они не разучают права, как они не законы задерживают, потому что этого никогда не было. И наоборот, у стороны защиты есть множество видео доказательств от того, что мои действия были либо в одиночном пикете, в любом случае мирное безоружие, и в третьем доказывающие, что сотрудники задерживают участвующих в одиночном пикете. Наш так называемый суд, попирая статью 3, статью 49-й Конституции, которая гласит, что нестранимые сомнения в нем на нас лица толкуется в пользу обвиняемого, всегда толкует в обратную пользу, в пользу обвинения. Приговор по самому району суда города Москвы от 7 декабря 2015 года в отношении Дагина Ильдара Ильдусовича изменить, исключить из его осуждения за нарушение порядка проведения собрания и демонстрации, снизить ему по статье 212 прим. 1 УКР по наказанию до 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В остальной части этот же приговор суда оставит без изменения. Апелляционная жалоба осужденного Дагину защитников от вагадок и их родных применений. Можно сказать, что наш подзащитный, он не очень помогал в защите стремления все-таки порушить этот приговор, во всяком смысле смягчить ответственность. Ну что сказать, это выбор человека. Я в речи своей, какую краткую характеристику той категории людей, которые относятся к Эльдар Данин, дал. Я полагаю, что существование этой категории не столь многочисленное в любом обществе. Это очень полезно, потому что такие люди принимают буквально как свои собственные, нераздельные с их существом нормы, которые записаны в высоких актах правовых. И когда я изучил, соответственно, весь его путь, вот этот правозащитный, он же, понимаете, ничего же не объединяет сюжеты, по которым он выходит. Да, это неспособность, неспособность, да, смириться с несправедливостью, как он ее считает. Но он сказал, что он очень сильно разозлился на суде, когда судья начала отклонять все его ходатайства, когда его не привезли, когда он не смог приобщить схемы письменные, которые лучше помогли бы понять, что он хотел сказать. И, наверное, это как-то его тоже подтолкнуло к такой агрессивной речи. Когда у нас было свидание, он рассказывал про то, как он живет в СИЗО, и говорил, что он пытался жаловаться начальству на какие-то нарушения, а начальство, руководители говорили, что если ты будешь жаловаться, мы с камеры заберем телевизор и холодильник. И тогда, собственно, сокамерники Ильдары говорили, ах, если из-за тебя заберут телевизор и холодильник, мы тебя побьем. И мне кажется, что его какая-то такая деятельность по отстаиванию прав может очень сильно ему повредить, и в какой-то момент действительно его могут очень жестко побить. Очень страшно за ним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова